всем здрасьте у нас с вами разговор про сети в linux и сегодня опять практически не про сети вот потому что в основном теоретически потому что как вы понимаете во всем этом стеке протоколов самый нижний уровень аппаратный и этот нижний аппаратный уровень настолько скрыт от нижний господи настолько скрыт от пользователей компьютерных систем типа linux а что и даже специфика и специфического сетевого оборудования вот что похорон по так сказать уму с ним разбираться особо не надо как бы вот но не по уму а наоборот кажется будто с ним разбираться особо не надо как бы и это в действительности порождает как дикое количество всяких непонятных совершенно легенд удивительно странных суждений и такого коры культа вот что ну хочется все-таки как-то обозначить границы этого самого физического вот это вот непознаваемость непрозрачность физического уровня для обычного пользователя она настолько велика что например компания цивка которые вроде как один лидеров а может быть даже лидер по производству сетевой техники вообще не считает что в стеке протоколов 5 уровня они считают что 4 вот потому что они объединяют интерфейс на физически это вообще отдельная тема терминология цисковская и все вот это который я сейчас касаться не буду вот терминология в принципе в этой месте плавает потому что как мы видели в прошлый раз теперь пьет штук которая родилась из чистой практики ну и понятно что каждый практик себе придумывает свою терминологию и свою систему понятий который он практик считает теории а в действительности теории у нас является совсем другое но в общем много всякого кроме того понятное дело что он во все даже вполне себе общепризнанные теоретические выкладки врывается жизнь со своим in real life поправками ну и дальше начинается много всякого интереса вот значит тем не менее да давайте вспомним нашу картинку с голубем не буду еще раз показывать хотя народ заценил тем не менее мы помним что он на физическом уровне идет разговор о почему здесь написано командной строке это видимо осталось с тринадцатого года надо убрать давайте мы поправим вместо команды к строке напишем управление virtualbox давайте чуть-чуть поговорим то есть у нас опять еще одна лекция типа бла-бла но слава богу это бла-бла будет не навсегда только на начале и так задача носителей задача уровень носителей данных вот того самого голубя в котором собственно решается проблема среды передачи данных то есть что как вообще возможно передача данных которую мы запланировали да и формат этих данных ну собственно говоря как мы отличим данные от не данных вот это вот все да значит как сделать так чтобы мы вообще понимали что в нашей среде есть данные а их не они нет их вот вот два таких для таких подзадачи решается на аппаратном уровне да вот довольно модно того же самого голубя описывать в качестве передачи данных мы не так делать не будем потому что я хочу потыкать в некоторые ссылочки хотя бы вот ну из real life а про аппаратный вот первое насколько мы помним из прошлой лекции задачи которые нам нужно решить но мы ее решать не будем мы сразу примем решение без обсуждения и это будет ли у нас коммутация каналов передачи данных или коммутация самих данных то есть мы поделим данные на пакетики засунем их все в среду и дальше будем определять как там в этой среде что-то происходит или же мы среду сконструируем таким образом чтобы для организации передачи данных мы бы из этой среды выделяли специальный канал передачи по нему передавать аналог вот стали старые телефонные сети версус те там айпи телефоней то есть наоборот айпи телефоней в старте вот тут на самом деле помогает одно простое соображение что в случае передачи цифрового сигнала разумеется цифра ну как бы когда данные у нас оцифрованы и могут измеряться в битах байтах актетах точнее потому что сетевики не измеряют данные в байтах измеряют в актетах хотя это одно и то же если данные наши оцифрованные то гораздо проще попилить их на кусочки этих кусочки снабдить мета информации и замиксовать а если данные у нас аналоговые то с этим гораздо сложнее и проще среду организовать таким образом чтобы не было некоторое количество каналов которые можно на время передачи арендовать поэтому поскольку у нас речь идет разумеется о цифрованных да у нас разумеется будет принято решение о среде с коммутации данных а коммутации канал вот а вот с помощью чего будут представляться данные да как мы их смоделируем вот этот вопрос ужасно интересный который решается во всех случаях сильно по-разному вот давайте например посмотрим прекрасную совершенно статью я нашел которую в принципе можно было вставить вместо нашей лекции потому что человек имеет все нужные устройства для доступа к физическому уровню а я не имею вот давайте посмотрим что причем он как видите из-под линукса даже втыкает в эти в эти самые устройства у него есть осциллограф например да вот так вот значит давайте посмотрим что происходит на физическом уровне зерны вот прежде чем мы будем рассказывать про то как данные кодируются понятное дело нужно еще параметры среды где вы поймете среды тут поменены местами конечно сначала надо разобраться с тем а что такое среда а потом уже разобраться с тем компании передаются да значит средой у нас является средой у нас является витая пара а надо будет ходить просто по первой ссылке да надо вопрос сходить по первой ссылке и тогда бы все мы сделали в порядке вот средой у нас является витая пара витая пара это такие провода вот которые выглядят как а4 скрученных проводочка вот разного цвета минимум их бывает 4 не 4 6 8 скрученных проводочков минимум бывает 4 пары в современных кабелях вот но бывает и больше потому что вообще говоря каждая пара передает сигнал вот в одну сторону ватт да значит вот проводочек вернее не один проводочка несколько как мы будем кодировать сигнал в этом проводочке давайте тогда сходим на эту статью и посмотрим вот человек смотрит осциллографом осциллограф он довольно хорошо видно как передается сигнал по витой паре вот у нас есть какой-то стабильный стабильный стабильное колебание туда-сюда несущий вот не видно здесь не видно здесь какая частота но частота довольно высокая это высокочастотный сигнал вот это на это на на секунды если так на секундочку то вот это полна на секунды соответственно ну сколько там мегагерц и гигагерц не помню не знаю вот а значит так вот вот эти вот полочки у нас стабильная частота а вот эти полочки это соответственно реки или единички если мы задержались на положительном да значит эта частота чего эта частота появление напряжения на этой паре там может быть плюс или минус или плюс или если мы задерживаемся на плюсе значит это был была единичка ну условно если мы задерживаемся на минусе то нолик ну или наоборот в общем без разницы но в конкретном эзернете до используется конкретно такой вариант обратите внимание на то что мы не чувствительно перешли от обсуждения проводов к обсуждению ну прям таки эзернета это вообще говоря не очень хорошее слово в данном случае потому что это забирание на уровень и выше на уровень интерфейсный по которым бы вы сказали следующий раз в действительности вот такое кодирование сигналов на витой паре может применяться к очень в очень разных типах сетей о чем скажем написано прямо в википезии где-то вот тут написано что смотрите за рнет артнет токен ринг и даже у из бы уж бы тоже может передаваться по витой паре потому что там тоже высокочастотный сигнал ну да нет достаточно высокочастотный почему бы нет сам видел да вот а значит вот это протокол умерший вот это протокол умерший еще несколько умерших еще раньше протоколов здесь тоже не упомянуто вот именно поэтому мы говорим по ethernet потому что ethernet это в основном то что у нас в общем в случае витой пары возникает однако будучи проводами витая пара может конечно же может конечно же передавать данные и другим способом не как это называется не фазовой манипуляции да вот этот фазовой манипуляции мы сбиваем фазу на 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 нолике или на единички да а совершенно другим путем вот ну например тупо передавать этот самый нолик есть напряжение единичка нет напряжения как это делается в компарте о котором мы сегодня поговорим да так тоже можно делать можно воткнуть вот эти за счет а витую пару воткнуть в после порт последовательной передачи данных вот и по ней тоже передавать данные она тоже будет служить то есть в данном случае как раз мы имеем дело с этими двумя вопросами первое как выглядит сама среда и ее параметры и второе как представляется внутренние данные вот провода могут выглядеть одинаково а данные внутри них могут представляться по-разному вот конкретно использование и витой пары в качестве банальных проводов с нулями единичками и тупо напряжением это неинтересно вот андрей не знаю я не могу ответить на вопрос про изернет потому что мы разговариваем сейчас не про изернета про то как в проводах данные представляются вот будем в следующий раз будет призем на там попробуем на этот вопрос ответить я пока даже не готов думать на эту тему вот значит вопрос именно в кодировании вот так вот выглядит кодирование в изернете понятное дело что она может выглядеть как угодно по-другому вот тут разговор про манчестер манчестерский код речь идет о том что речь идет о том что на самом деле вот эта задержка это не просто там нолика единичка а это именно наличие или отсутствие перепада и вот по наличию или отсутствие перепада напряжения мы будем определять был перепад это допустим они не так наличие перепады напряжения будет считаться соответствующим битиком если перепада нету то битик не идет зачем так делается да вот почему бы нам не запустить с двух сторон два устройства которые передают которые бы одно порождало вот такой сигнал с известной частотой а А второе, значит, устройство бы этот сигнал получало. И дальше вот это были бы норики, а вот это единички. Ответ очевиден. Нам нужно очень тщательно синхронизировать эти два устройства в смысле частоты. А поскольку оно там 10 МГц, и это только в случае 10 МГц, 10 МГц, которых сейчас уже практически нет, там 10 МГц, то почти наверняка эти два устройства сетевых разъедутся в понимании того, какая основная частота на какие-то там доли микросекунды. И все не будет работать. Поэтому представление данных на физическом уровне выглядит так, но дальше нам придется принимать решение о том, а как, собственно, допустим, отличать данные от неданных. Или, допустим, как сделать так, чтобы... Ну, это как бы следующий этап, а предыдущий этап, как сделать так, чтобы вообще наши два устройства договорились о том, что, как данные передавать. И вот для того, чтобы договориться о том, как передавать данные, надо вот этот вот постоянный пульс складывать с датой. Ну, логически, ксорить с датой. Вот. Вот у нас постоянный пульс, вот дата, условно говоря, единичка, там, нолик, тут. И вот наличие перепада вверх означает единичку, наличие перепада вниз означает нолик. Да? Чем хорош вот такой способ кодирования по сравнению с вот таким? Смотрите, мы бы могли вот так сделать. Мы бы могли тупо считывать вот эти полочки, да, и считать их. Вот. Чем хорош вот этот способ по сравнению с вот этим? Обратите внимание, сколько раз здесь происходит переброс с одного уровня на другой. Или, скажем так, сколько раз в среднем здесь происходит переброс с одного уровня на другой. Ничего хитрого в этом нет, Маркизио. Хитрое, это если бы мы дальше смотрели. Вот. Правильный ответ. В среднем неизвестно, сколько раз происходит переброс с одного уровня на другой, потому что мы не знаем, сколько у нас будет, допустим, последовательных единичек. А если их будет много, то перебросов будет тоже много. Перебросов не будет вообще. Да? Мы передаем единички, передаем, передаем. Вот. И мы не можем даже посчитать, сколько это единичек было, если мы не сохранизируемся идеально с передатчиком. А вот в случае манчестерского кодирования, все просто. У нас не бывает перепадов реже, чем раз на один такт. Вот когда у нас 1, 0, 1, 0, у нас вот такого рода перепады, они случаются раз в такт. А когда у нас последовательные нули и последовательные единички, перепады случаются два раза в такт. И вот тут-то мы можем смело наше устройство научить считать эти перепады, те, которые большие, которые один раз в такт происходят, и на этом основании их синхронизировать. Ну, а дальше по наличию еще одного перепада мы будем видеть, что 0 превратился в единичку, а 1 превратился в 0. Вот. То есть тут решаются сразу две проблемы. Сразу две проблемы решаются. Это проблема синхронизации, вот, с одной стороны, сразу, да. А во-вторых, проблема так называемого... Хотя нет, вот это главная проблема, конечно, проблема синхронизации. По фронтам. Вот. Самый синхронизуемый сигнал получается. Тут надо вспомнить еще о том, что, в принципе, когда мы принимаем решение о кодировании данных, мы всегда должны принимать во внимание параметры среды, потому что мы можем сказать, допустим, вот у нас есть два провода, и мы будем передавать по этим двум проводам байт, потому что напряжение 0 будет означать 0, напряжение 1 вольт будет означать 1, напряжение 2 вольта будет означать 2, 3 вольт – 3, ну и так далее. Все понимают, насколько это бессмысленная затея. В каком-то смысле нам придется... Ну, во-первых, там, если байт, то мы дойдем до 8 вольт, а 8 вольт – это уже прямо искры и все вот такое, и там будут наводки вокруг, и это все будет... Нельзя будет в колечко сворачивать, потому что он будет работать электромагнитом. И так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Вот. Значит, это во-первых. А во-вторых, понятное дело, что надо будет как-то безумно четко калибровать вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вольтов и делать два перетатчика, независимых от перепадов напряжения снаружи. В общем, наша идея делать уровнями напряжения целый байт в проводах, она как бы сталкивается с реальной жизнью и не проигрывает в этой борьбе. Поэтому 0 и 1. Более того, поэтому минус 1 и плюс 1, потому что это, ну, как бы, с точки зрения аппарата и проще распознать, чем нет напряжения и есть напряжение. А заодно, если у нас договоренность такая, что 0 это нет напряжения, как отличить, что по нашему проводу идут нолики или что по нашему проводу крысы перегрызли, и поэтому там нет напряжения. В общем, вот. В общем, мы приняли решение, что минусы и плюсы по перепадам, вернее, по частоте перепадов мы будем определять эти самые нолики-единички. В этом случае значит, больше гарантий передачи данных. Но дальше больше. Мы уже можем, например, ну, такой есть штука накопления единицы, когда мы передаем очень похожие данные, может случиться так, что наша среда, правда, в случае матчейческого кодирования, это не так опасно. Наша среда постоянно шлет какие-то единицы, и там, ну, грубо говоря, конденсаторы не успевают разряжаться в акции. И там, значит, реальный график того, как эти напряжения прыгают, чем больше единиц мы шлем, тем больше оно, значит, задирается кверху, или там чем больше нулей, тем больше книз. Вот. Что помогает? Помогает взять и внезапно зашифровать сигнал. Почему помогает зашифровать? Потому что зашифрованный сигнал одно из условий криптостойкости является случайное, ну, или равномерное повторение битов или байтов, ну, короче, равномерное заполнение участков этого самого сигнала битами, а это означает, что у нас не будет в шифрованном сигнале не будет последовательностей, содержащей исключительно там какие-то паттерны, там нули или единицы, или четкие последовательности нулей, единицы одинаковые, вот, а это означает, что вот этого эффекта накапливания тоже не будет. Правда, повторяю, в случае мальчаческого кодирования мы с этим боремся, вот это несуще. Ну, разные же бывают способы кодирования. Дальше больше. Если пойти куда-нибудь в ADSL и почитать, почитать, почитать документацию по ADSL, в той же Википедии, ADSL, ADSL это способ передачи данных прямо по обычным проводам, грубо говоря, по лапше. Да? Вот. Ну, то есть, ну вот по двум проводам, грубо говоря. И если почитать вот эту самую передачу данных по двум проводам, а там тоже высок, высок, что-то недостаточно, сигнал. Вот. Мы увидим... Нет, это не здесь. Короче, не здесь. В Википедии этого не написано. А вот если почитать что-нибудь типа... Давайте попробуем найти в другом месте. Ладно. Боюсь, что не буду сейчас... Надо было запасти эту ссылку. Я как-то решил, что если хожу на ADSL, то все нам покажут. Короче говоря, идея стоит в том, что протокол ADSL предназначен для передачи данных по банальным двум проводам, которые могут лежать обычной телефонной линией. Обычной телефонной линией. Соответственно, эти провода могут лежать где угодно. Это может быть банальная лапша, которая болтается где-то в подъезде, сырая и все такое. Ну, лапша это просто два провода на одинаковом расстоянии. Короче говоря, количество шума и наводок, и всякой билиберды, которая на ADSL появляется, такое высокое, что математика подавления шума и компенсации ошибок это какая-то просто адовая совершенно штука. ADSL, сам протокол ADSL состоит примерно из него. Тут Егор спрашивает, почему бы не использовать дроби, а не целые значения. Да какая разница? Хоть дроби, хоть целые значения. Проблема в том, что устройство, которое будет измерять напряжение в данный момент времени на проводах, еще как-то его ранжировать, эти измерения. Это ненадежное устройство, которое зависит от того напряжения, которым оно само запитанное и в общем по всей видимости еще и медленное. Количество ошибок будет невероятно. Следующая проблема, которая у нас возникает, как лечить данные от неданных. Понятное дело, что мы, например, договорились, что если ноль на проводе, то это крыс перегрызли, а должен быть минус единичка, единичка, но тем не менее, когда мы видим вот этот сигнал, это данные или неданные? Данные или неданные? Поэтому на этом уровне может быть принято решение, что каждая посылка данных сопровождается некоторой преамбулой. в которой написано, что сейчас будут данные. А может быть, это решение перенесено на следующий уровень. То есть у нас идет вот такое вот постоянное наличие каких-то ноликов и единичек или отсутствия. Ну, короче, постоянная какая-то чушь на среде передачи данных. А устройство, подключенное к компьютеру, то есть следующий уровень, туда смотрит и глядит, а вот приехал маркер начала передачи данных или не приехал. это наши данные. Не приехал, ждем дальше. Вот. То есть эту задачу можно решить на уровне физическом, а можно не решать. В изернете, кажется, она решается на уровне интерфейсном. Вот в этой статье не делается различие, а это тем не менее так. Дальше больше. Поскольку среды передачи данных все, все ненадежные, надо принять решение, будем ли мы обнаруживать ошибки при передаче и будем ли мы их исправлять. Обнаружение ошибок в случае, в случае кодирования двоичного, ну, довольно простая задача и, ну, как простая. Известная задача, которая давно, давно решается, вот, с давних пор, с времен электрики еще, вот, а уж тем более, значит, электроэлектроники, в смысле электроэлектроники, ну, короче, давно решается. Самый простой способ это посчитать четность и передать еще один дополнительный бит четности, да, значит, когда мы имеем дело с обнаружением ошибок, мы всегда имеем дело с избыточной информацией. Мы передали 7 битов и 8 бит из этих 7 битов четности, а на плохих, значит, на плохих этих самых средах передачи данных мы передали 6 битов, а 2 бита четности, вот, именно поэтому байты когда-то были 6 битные, там было 6 битов и 2 бита четности, поэтому большие буквы у нас в ASCII кодировке. Потом байты стали 7 битные и стал в них один бит четности, а в ASCII кодировке появились маленькие буквы, потом байты стали 8 битные, а бит четности перестал передаваться вообще или вернее на этом уровне начал отсутствовать вот такая вот а потом начали передавать как 8 битов и еще значит один бит четности с ним ну короче началась началась всякая муть вот мы кстати на эту муть чуть-чуть посмотрим правда не сможем ее воспользоваться virtualbox не умеет хорошо этому тимулировать а значит четность было бы у нас чуть больше времени мы бы посвятили его арифметики этой самой четности там довольно забавно времени у нас нету вот но в общем идея состоит в том чтобы определять что ошибки были если мы хотим исправить ошибки то есть передать столько информации что даже если один бит в ней неправильный мы все равно сможем распознать какой был бит неправильно его починить как ни странно для этого нужно всего два лишних бит передать на каждый бит 2 бит исправления вот и вот это трехкратное увеличение или около того даже не трехкратно скажем так хотим исправить хотим исправить одну ошибку передаем 2 бита лишних хотим исправить две ошибки передаем кажется 4 но вот как-то вот на самом деле там формула не четкая там есть всякие техники этого дела вот посчитайте почитайте какую-нибудь статью я не нашел у меня раньше была ссылка на учебник информатики этот учебник информатики канул в лету а в википедии коррекция ошибок это статья такая очень математическая вот кто из вас в математике силен почитайте я не нашел нормальные ссылки к сожалению но вот если найдете кстати поделитесь со мной значит речь идет о том чтобы русским языком по-человечески объяснить коррекцию ошибок в каком-то учебнике информатики она раньше была а вот я даже нашел учебник информатики видит док файлов сети но что-то я не уверен что его можно выкладывать поэтому ограничимся утверждением что исправление ошибок тоже возможно общая идея какая мы передаем много избыточной информации и получается что у нас если в ошибок ошибка возникла только одна и перед нами кусочек данных без ошибок и вот это он самый есть сушки не будет андрей там много математики вот именно код хэмминга я и пытаюсь на пальцах рассказать но 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 правда если сейчас в эту математику залезать мы всю эту лекцию потратим и еще останется вот то есть мне не очень хочется пересказывать даже не википедии вот тот самый учебник информатики повторяю если вы найдете толковую статью где на пальцах описано как это работает вот я буду очень благодарен потому что давайте сходим сходим на википедию на коррекцию ошибок вот чтобы понять вот место dsl чтобы понять с чем мы имеем дело вот код хэмминга же о корректирующий код вот вот это место в википедии который описывает помехоустойчивый код вот но дальше начинается вот такое я не очень хочу в этом разбираться то есть нет я в этом даже когда-то разбирался я на читал на эту тему те руки лекцию когда было больше времени вот идея состоит в том чтобы значит вот чтобы закрыть эту тему на пальцах идея состоит в том чтобы передавать достаточное количество избыточной информации которые разделяется на такие блоки то есть нам пришли такие то байты или такие то байты или такие то байты все это соответствует одной ошибки и мы знаем не байте бит и мы знаем какому исходному по какой исходности последствий битов вот этот блок соответствует дальше идет ситуация когда пришли какие-то другие то биты и эти биты если произошла не более одной ошибки мы знаем какому исходной последствий соответствует и что важно почему для этого нужна всякая математика что если нам пришли биты в которых в которых больше одной ошибки произошло то по ним должно быть видно что 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 восстановление ошибок невозможно если мы пытаемся восстановить только одну или если мы предусмотрели существенно больше избыточной информации можно исправить одну и две ошибки нельзя три почему вот это одну две и три это так важно ну потому что предположим у нас вероятность ошибки возникновения ошибки передачи данных 1 сотая очень высокая вероятность вероятность возникновения ошибки передачи данных двойной 1 десятитысячная а тройной и 1 миллионная возможно возможно на тройную ошибку можно уже и не заморачиваться или исправлять ее программным образом вот вот такая вот идея да коррекция ошибок значит что еще можно сказать про этот самый уровень аппаратный что в действительности как мы уже видели существует независимость аппаратного уровня интерфейс но по одному и тому же устройству даже с учетом одного и того же кодирование сигнала можно пытаться передавать на компьютеры данные сообразно с довольно разным протоколом передачи данных уровня интерфейс но также существует и довольно жесткая зависимость между уровнями например вот тут вот есть прекрасная диаграмма например относительно того какая скорость и какой протокол уровня ethernet предполагается гонять по проводу есть довольно такая развесистая табличка какие какие значит эти самые параметры при этом должны иметь должны иметь сами эти провода ведь там категории правы вот то есть разделить полностью физические уровни интерфейсные нельзя вот ну скажем с тем же эзернетом например да тот же эзернет провод обычный вот этот самый витая пара может быть просто витая пар для 10 гигабитных кстати кабеля в нем две парни используются используется только две да может быть какой-нибудь категории допустим 6 а в категории 6 уже важно например расстояние между вот этими парами что мы и друг на друга не наводки не давали и поэтому вот в этой к на этой картинке где она тут нет на русской картинке вот смотрите это категория 6 видите тут такая прокладка значит крестовидная чтобы значит каждая пара лежала в свои своем сегменте и не касалась друг друга вот на той же категории 6 кажется уже лимитируется количество вернее обратно минимальное количество скруток вот этих пар или даже и и даже определяется что у каждой пары будет свой собственный шаг скрутки чтобы они друг на друга не давали наводки вот то есть понимаете да чем жестче нас требования к тому сколько данных мы собираемся передавать тем же что нас требуется к самой среде давать это можно посчитать просто разными средами но 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 как видите в общем независимости этой по сути не то чтобы нету но нету да вот ради интереса давайте посмотрим на какую другую среду передачи данных ну например на последовательный порт вот такой классический вас в котором тоже смотрите мы пытаемся решить эту задачу но поскольку последовательный порт появился гораздо раньше и тогда такие скорости как сейчас были не нужны то там например вместо вместо матчического кодирования используется просто но ретернта зиру значит с зависающими зависающими нулями видите вот то есть нету синхронизации нам приходится настраивать настраивать прием приемника передатчик указывая с какой частотой работает приемника передатчик четко вот например передача данных по этому формату может быть аж по двум проводам всего а может по 5 а может там по максимуму по моему вот сколько их здесь 9 бывает устройств в которых задействуются все 9 проводов вот с одной стороны это как бы все тот же последовательный порт и разговор о последовательной передаче данных а с другой стороны это опять таки выход на более верхний уровень потому что зачем нам 9 проводов если можем по двум проводам передавать ну понятно зачем выставлять готовность к передаче чтобы не за не заспамить ту сторону до выставлять ответ так называемый проб до ответ что данные приняты ну и так дальше вот давайте попробуем про дописание стандарта мы сейчас задолбаемся да а нет почему хорошие 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 годы описание стандарта вот она значит вот нам 9 проводов тут есть даже описание 12 проводов и в этих 12 25 проводов эти 25 проводов тоже как видите имеют собственное назначение вот но вот эти 9 проводов нам вообще говорит достаточно двух transmit receive ну с учетом того что земля будет общей вот но как видите ну хорошо 3 потому что общая земля это ну такая штука да вот такая хотя по двум проводам тоже по двум проводам тоже вполне возможно такая вещь просто очень много мусу шума будет без бессмысленное количество шума по двум проводам вот но мы можем задействовать и все и все 9 на самом деле 8 потому что здесь ринг вот которые говорят смотрите вот у нас земля прямо по отдельному проводу это сильно снижает количество шума у нас до провод по которому приходят данные форму по которым отсылаем данные два провода по которой приходит сигнал готовности мы говорим шмак мы готовы принимать и жмак мы готовы отсылать вот бит переполнения к клерту сэн что это означает что у нас там буфер забился погодите погодите не вставляйте вот и cts где-то ртс должен быть а и rd receive детей гидресив детектор да мы можем например аппаратно отслеживать подключение отключение и считать что если вот этом проводе нет напряжения значит у нас ресивера просто нету вот а это вообще звонок ринг это когда мы ну как в телефоне звоним и здесь начинается какой-то дребезжа вот как видите опять таки среда передачи данных 2 3 4 5 2 3 5 9 проводов и даже он есть 25 офигеть можно что зачем это все нужно вот довольно жестко привязана к тому будущему протоколу передачи данных который мы организуем на этой среде маркизер тут спрашивает что там в оптоволок не в оптоволок не все просто в оптоволок не давайте почитаем там все довольно легко там разумеется световые колебания и там идея стоит в том что мы берем давайте вот давайте лучше здесь мы берем этого самого прозрачный материал и формируем такую колбасу внутри которой есть другая колбаса и вот эти две колбасы сделаны из прозрачных материалов разного господи коэффициента преломления до коэффициента преломления в этом случае у нас вот если у нас нету никакого мусора между вот этих двух между этими двумя соприкасающимися материалами никаких искажений в этом случае возникает эффект то что здесь вот назван полным внутренним отражением когда у нас при при отражении вот между этими слоями как между водой и воздухом не происходят потери мощности сигнал довольно долго вот до показатель преломления спасибо вот и вот значит поскольку есть такой эффект понятное дело что это а полный внутреннее отражению или life in real life неполное но она гораздо да но 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 это самое это это не полное полное внутреннее отражение настолько полное что оптоволокна могут тянуться километрами без десятками сотними тысячами не помню да без особого скажем так и понижение мощность сигнала будет достаточно чтобы на том конце все принять что-то как там все кодируется но видимо там что-то модуляция как же можно кодировать эти самые оптический сигнал в общем почитать как видите опять таки мы раз рассуждаем на аппаратном уровне о том как будет представлен сигнал и пытаемся не рассуждать о том как этот сигнал будет воспринят компьютером то есть что компьютер будет считать ну допустим за пакеты они же фреймы но потому что мы уже договорились что будет среда с коммутацией данных вот эта коммутация данных на уровне аппаратном практически не присутствует но мы должны так спроектировать аппаратную чтобы она была возможна вот что еще хотел сегодня рассказать давайте вот что давайте мы немножко поговорим про virtual box и начнем даже не с того что тут написано хотя нет вот с этого надо начать конечно а вот этих самых с того аппаратного с того аппаратного наполнения которое мы можем хоть как-то увидеть изнутри virtual box тут человек с ником вам бат спрашивает зачем нужен bluetooth если когда есть вай фай зачем нужен галатский когда есть английский или немецкий или порту зачем нужен испанский когда есть португальский ну в общем как придумали так и держится в правильный ответ раз уж мы говорим про мы правильный ответ я бы сказал на следующей лекции попытался дать потому что это вопрос разумеется про интерфейс да тот кто о чем вы говорите это все-таки интерфейс вот но возможно на этой лекции тоже можно попробовать дать правильный ответ зачем нужен bluetooth когда есть вай фай наверное дело в том что все-таки вай фай этот протокол чисто сетевой предназначен для теперь пи в первую очередь он как бы туда за чёсом вот не bluetooth это протокол более низкоуровневый который в принципе вот этот спик через него можно делать но это как бы такая нагрузка сверху и в очень многих случаях возможности того что предоставляет bluetooth например ходе аудио при попытке моделировать это через 5 привели бы к очень большому оверлоду до 20 надо почитать как работают протоколы типа хода в случае bluetooth ответ на вопрос почему rs232 заменяют на 1 485 ну я думаю что 4 раз 485 более мощный дать посмотрим но мне кажется это такой вопрос из серии хороший люблю плохое нет ну смотрите 10 мегабит до 32 перевод передатчика в одном сегменте идея состоит в том что rs485 в отличие от rs232 он много у него с топология звезда не принят пологи . . я так понимаю он мультипоинт он может быть мультипоинт rs232 не может быть будет будет вообще всякий раз когда вам нужно строить мультипоинт и при этом не хочется делать отдельный отдельную железку которая бы значит да вот то есть условно говоря rs3232 не настоящий сетевой интерфей не настоящий носитель сетевых данных потому что в среде передачи данных последовательно порта только два абонента ровно а вы раз 485 их может быть несколько ну там видите да 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 32 штук общая шина вот в этом разница я ответил на вопрос андрей между прочим да как только вам нужно подключать более одного устройства к одной среде передачи данных rs232 не годится потому что раз это один провод все все поехали в это самое с с поехали с виртулбоксом разбираться я кстати выложил я кстати выложил новую версию прошивки там косметические эти самые косметический ремонт но тем не менее и еще кстати вот почему-то мне люди не жаловались а вот когда у нас был семинар люди жалуются начали был же плохо видно но окей теперь будет видно хорошо потому что я увеличил в два раза размер шрифта если кому в таком варианте не влезет просто уменьшите его обратно вот но как видите тут теперь хорошо видно на прошлой лекции я показал команду как импортировать импортировать этот самый машинку давайте прежде чем чтобы ты у него делать после импорта сразу сделаем одну важную вещь давайте мы остановим и сделаем одну важную вещь которую обязательно надо делать с виртуальной машиной когда вы с ней работаете и это снять от нее скриншот snapshot значит snapshot можно снять просто через гуй вот я уже делал ее его но могу сделать еще раз нажимаете сделать snapshot пишите сюда название снэмшота и делайте его вот зачем так дело в том что вы можете начать модифицировать настройки виртуальной машины содержимое диска и потом раз модифицировать это обратно особенно когда вы значит что там экспериментировали не глядя разэкспериментировать то что вы делали с машиной практически невозможно если бы вы были в реальной жизни работали с железом пришлось бы железку ну переформатировать или там брать новую вот слава богу у нас есть snapshot и все чтобы мы не делали с машинкой потом этот snapshot можно восстановить мы сейчас сделаем тут димка димка спрашивает надо ли регистрироваться вольным слушателем если вам не нужна оценка нет не надо отчеты по домашним заданиям вот проверять да я буду только из соображения и выставления оценки так то в общем матчу это именно отчет в означает первым делом делаем скриншот это можно сделать вот так давайте попробуем я правда забыл как это делается ваще еще не забыл вот вот у меня как-то делать из командной строки давайте попробуем сделать о выбор x-manage snapshot называем машину машина у нас называется либо alt минимум либо число зверя мне интереснее наверное минимум тэйк то есть снять snapshot ну и давайте его назовем темп или кажется это все бабах сделался snapshot давайте проверим видно его или нет последний раз так делал очень давно virtual box вернись я все прощу спасибо о смотрите вот он шикарняк допустим вы что-то нахакали неприятное с вашей машиной и у вас вас не удовлетворяет ее содержимое как восстановить скриншот как как нифиг делать берете говорите вот здесь восстановить вот а этот можно удалить вообще он не нужен все восстанавливаете тут правда ничего не изменил поэтому нам ничего не сказали сейчас я изменю вы увидите что при этом происходит ну вот значит первым делом снимаем скриншот snapshot snapshot это маст хэв потому что иначе вам придется все удалять и восстанавливать импортировать за но тоже кстати не так уж сложно запускаем я обещал показать что там у нас с аппаратной составляющей происходит происходит вот в этом месте чем аппаратного мы можем увидеть из виртуальной машины из виртуальной машины мы можем увидеть аппарат на например тот самый последовательный порт если он есть вот значит что мы сейчас видим на скалочка stt y показывает параметры настройки терминала а терминалом с точки зрения linux системой является устройство последовательной передачи данных ровно вот такое которое мы смотрели вот здесь вот раз 232 другое дело что текущая консоль она только делает вид что на такое устройство в действительности не является это эмулятор вот но этот эмулятор вполне себе эмулирует разные свойства работы с этим аппаратным протоколом правда большая часть вот этого относится именно к следующему уровню вот вот этих всех настроек их тут много но нас например может интересовать вот такая настройка сейчас я попробую подогнать курсор потому что тут такое вот вот это тот самая скорость тот самый спин который в случае протокола под протоколу последовательной передачи данных как вырастает 232 невозможно автоматически синхронизовать его нужно выставлять руками это именно вот здесь выставлен максимально возможный нет вам 115 200 максимально возможно вот для устройств такого типа но у нас есть например минус а меньше где ты перекрест 0 январь а у нас ни одного такого устройства нету да значит к нашей машине не присоединили ни одного последовательного порта вот сейчас мы это сделаем давайте мы ее выключим можно сделать так можно было нажать вон там кнопочку и подключим к этой машине последовательный порт тот самый rs232 настоящий ну как настоящий виртуальный конечно включить последовательный порт включаем последовательный порт давайте мы его складем в файл это самый простой способ файл назовем ком 1 1 значит что я сделал я нашел зашел в настройки моей виртуальной машины включил последовательный порт это будет порт ком 1 этот ком 1 будет давайте . лог какой-нибудь этот файл заведется где-то я так подозреваю по умолчанию в домашнем каталоге у меня можно было написать его положить там в какое-то специальное место вот тут видите даже написано что можно писать вот файл это самый простой способ вот давайте мы запускаем нашу машину заново модифицированную и сейчас мы увидим что у нее появился под последовательного доступа тот самый ком 1 мы это увидим вот каким образом мы сейчас попробуем узнать параметры устройства терминал с 0 и выясниться что они есть вот раньше их не было например ком ком 2 у нас отсутствует а ком один у нас есть что мы видим из этого ком 1 что он является терминалом то есть по нему можно подключаться с помощью него управлять линук системой правда сейчас нельзя потому что это файл то есть он только в одну сторону работы то есть при попытке оттуда читать при попытке оттуда читать ничего не происходит но зато туда можно вывести данные можем взять и сказать там календарь дев ты ты игре весной смотрите у меня с прошлой лекции тринадцатого года запланирован был кусок про работу в командной строке но я решил что делать 10 минут про работу в командной строке это издеваться над теми кто не умеет работать в командной строке и над теми кто умеет тоже вот поэтому я этот кусок просто пропущу обращу ваше внимание правда важное что о перенаправлении ввода вывода вот мы сейчас вывод команды клинари перенаправили в последовательный порт к которому как бы подключен терминал на скорости 9000 год то есть 10000 битов в секунду 9600 вот важно не это а важно то что когда я вызываю стт y что такое стт y стт y это утилита которая вызывает некоторые системные вызовы в частности целую пачку и у цт или для управления некоторым устройством для того чтобы удать посмотрим стать стресс стт y минус а ну давайте скажем так минус в минус в минус и минус по минус 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 а вот стресс не стоит мама дорогая вот это конечно плохая идея а и сети нет окей давайте сделаем это отсюда я не небольшой небольшой этот самый только не отсюда вот отсюда мы сделаем это исход системы а стресс я все-таки поставлю надо стресс это полезная утилита нам возможно она понадобится как ащи жить без стресса я не понимаю стресс минус и минус м about стресс от стресс а стресс на и вот Вот, ну, та же самая штука. Давайте посмотрим, что там у нас в ауте-то написано. Вот, в ауте у нас написано, что мы должны были дергать йогтлы разные. Да, так вот, значит, вот он, собственно. А, их тут несколько. Как видите, управление этим самым устройством делается несколько. Вот. Вот, здесь определяется размер экрана. Здесь тоже, кстати. Здесь определяется статус. В общем, этих йогтлов тут в количестве. Давайте попробуем их изолировать. Сказать минус е-йогтл. Вот, вместо о-аут сказать минус е-йогтл. Во, вот они все. Да, значит, get status, win size 1, win size 2. Зачем 2 раза? А, на выход, на вход. Вот, вот. Ага, люди экспериментируют. Это значит, что мне пора продолжать. Да, так вот, значит, что мы делали. Мы записали в этот ys0, записали его в файл. Напоминаю, как выглядит у нас настройка файла. Настройка в этом месте ком-порта. Компорт тут плохо видно. Это перенаправлен в файл. И называется com1.log. Давайте посмотрим. Я думаю, что он уже создался, этот файл. И что в нем уже что-то лежит. com1.log. Вот он. То есть, в таком режиме у нас есть такая дешевая пластиковая эмуляция ком-порта. Правда, в одном направлении. Если мы пытаемся оттуда читать, понятное дело, что... Оттуда ничего... Ну, как бы мы не можем ничего сделать. Вот. Егор, вы под Windows запускаете? Под Windows знаете, что такое com1? Это последняя передача данных com1. Так вот устроено немножко в Windows устроено именование файлов. Нельзя называть com1 файл. Вообще в Windows очень интересно. Некоторые файлы нельзя называть. Ну, такое. Как некоторые фамилии у нас тут нельзя называть. Вот примерно так. Вот. А значит... Да. Перенаправление в файл. Давайте попробуем чуть больше... Чуть больше извращения. В файл все хорошо. Ну, смотрите, мы сейчас туда допишем что-нибудь. Да, там. Или там ls. ls. dev. tty.s0. 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 Вот. Давайте посмотрим. Вот это ls. Причем, обратите внимание, что довольно забавно. ls считает это устройство терминалом. По этой причине, поскольку он считает его терминалом, он думает, что на этом терминале можно раскрашивать... Да, Андрей, не надо. Можно раскрашивать вот вывод, и он передал на tty.s0 не просто ls, а ls escape последовательностями. Видите? Сброс цвета, задание синего цвета печати, mbin, сброс цвета, снова задание синего цвета печати, mtmp, словно... Ну, m это конец последовательности, вот это все из кем последовательности. tmp и снова сброс цвета. Вот. Забавно очень. Это значит, что Linux считает этот последовательный порт настоящим терминалом. Вот. Хорошо. Давайте тогда чуть более извращенно выключаем машину. Вот. Любым из известных способов. И перенастраиваем наш компорт на более интересную, более интересную, оставить свою, остань противную. Во. Давайте мы его вместо файла... Тут есть можно сокет. Хост устройств это настоящий компорт. Сокет. Слушайте, а с сокетом... К сокету мы еще вернемся. Ладно. Следующий разговор. Значит, мы временно это оставляем. Выключаем этот порт. Пока что. Следующий разговор про клонирование. Это тоже очень важный момент. Как нам, собственно, делать... Эти самые... Как нам делать много виртуальных машин и строить из них сеть. Сети, видимо, мы сегодня не успеем нормально поговорить про сети. И это может быть к лучшему. Потому что у нас сегодня не было разговора на лекциях про сети. То и про сети из виртуальных машин тоже не будет разговора. Вот. А вот как клонировать надо рассказать. Значит, клонировать очень просто. Но нужно знать всегда при клонировании соблюдать две... Две... Два важных принципа. Вот мы клонируем. Либо правой кнопкой клонировать. Либо из командной строки. Я сейчас не буду это делать, потому что там нужно накликивать из командной строки довольно много всего. Вот. Либо можно вот так вот тут клонировать. Вариантов... Вариантов... Вообще говоря, несколько. Тут вот в разделе снимки можно выбрать клонировать. В общем... Вот. Давайте, кстати, восстановим снимок, как он был. Вот. Обратите внимание на то, что я изменил настройки виртуальной машины. Поэтому, когда я восстанавливаю смену, когда спрашивают. Слушайте, а вот у вас текущие настройки тоже в снимок положить? Или ну их нафиг? Вот. Если вы что-то напортачили, запоминать это совершенно не надо. Сейчас я удалю все до момента, где написано по правилу репорт. Во. Делаю из одной машины две. Главный принцип, когда вы делаете из одной машины две, это обеспечить две вещи. Первое. Не делайте полное клонирование. Полное клонирование вам скопирует 4 гигабайта или 3 гигабайта диска, или сколько он там занимает места. Делайте связное клонирование. Связное клонирование устроено таким образом, что виртулбокс хранит разницу между одной машиной и другой. Поскольку разница эта будет у нас в основном в конфигах, а то и без них. То место связное клонирование занимает прям вот совсем-совсем мало. Опять-таки склонировать можно из командной строки. Но давайте так. И второе важное. Обязательно изменяйте все MAC адреса всех сетевых адаптеров при клонировании. Вот по умолчанию тут вот так написано. А надо делать вот так. Почему? Мы эти машины потом будем в сеть объединять. Если мы объединим в сеть две машины с одинаковыми MAC адресами на интерфейсах, произойдет в общем непонятное. Потому что такое не должно случаться в мире вообще. Я на прошлой лекции говорил, что я такое видел. Вот. В 90-е годы одна из первых сетей, которые я вообще видел. Я работал в компьютерной скорой помощи. Меня вызвали чинить сеть, хотя я ничего в этом не понимал. Вот. И выяснилось, что люди обновили себе сетевые карточки. Все сетевые карточки были настолько китайские, что значит у них у всех был один MAC адрес. Вот. Я потом на эти грабли наступал, кстати. С ADSL прошивкой. Кастомной. У которой тоже был MAC адрес всегда один. Вот. У всех пользователей этой кастомной ADSL прошивки был один MAC адрес. Осталось нам двум таким пользователям встретиться. Ну и на этом все окончалось. В стриме. Вот. Значит, две вещи. Связное клонирование и сгенерировать новые MAC адреса для всех. Работает это практически мгновенно. Шмяк. И у нас теперь есть две машинки. Каждую из них можно запустить. Давайте мы теперь сделаем еще одну вещь с компортом. Вот. И на этом две вещи с компортом. И на этом, видимо, закончим нашу с ним упражнение. Вот. И потому что у нас еще есть про домашние задания тут. Ну, я надеюсь, за 10 минут я успею про них рассказать. Значит, берем, редактируем настройки нашего компорта многострадального. Включаем его. И делаем его каналом. Канал это с точки зрения Unix банальный сокет. А с точки зрения винды у них там написано pipe. Возможно, в винде он будет однонаправленный. Не знаю. Короче, точки зрения Linux это просто банальный сокет. Поэтому мы просто говорим там com1.socket. Это не важно, как он называется. Здесь включаем галочку, выключаем галочку подключиться к существующему. Это значит, что этот компьютер при старте будет создавать этот com1.socket. Редактируем второй компьютер. Говорим включить com-порт. Канал. com1.socket. А здесь эту галочку выставляем подключиться. Значит, один компьютер у нас будет этот com1 создавать, а другой к нему подключаться. Запускаем первый компьютер. Пошла писать. Запускаем сразу второй. Пока не запускается, давайте посмотрим, что у нас происходит в операционной системе. Давайте большим экранчиком посмотрим. Большие экранчики. О, вот он. Вот он. com1.socket. У него тип сокет. Вот. Добрый ЛС его раскрашивает разнообразным способом, чтобы мы видели, что это сокет. Вот. Socket это такая дырка. Мы про него поговорим, когда будем говорить про интерфейсную, про транспортный уровень TCP IP. Это такая дырка, в которой кто угодно может асинхронно посылать сообщения и получать эти сообщения. И вот он работает нашим компортом. Сейчас у нас два компьютера соединены проводом. Вот эти два компьютера соединены проводом, который на каждом из них называется YS0. Давайте это проверим. Так. Root. Root. Значит, напоминаю, что два компьютера соединены проводом. О, вот тут Андрей. Андрей делится командной строкой в BortManage, как можно из командной строки все поменять. Ну вот, как видите, это тоже можно, но это нужно тем, кому интересно такие штуки скриптовать, например. Да. Так что мы делаем? Давайте мы на каком-нибудь из этих машин скажем cut.dev.tty.s0. А на другой машине... Давайте даже вот так сделаем, чтобы было видно, да? А на другой машине скажем cut. Ну и там календарь больше dev.tty.s0. Тидыц? Смотрите. Значит, поскольку Linux считает эту штуку терминалом, то то, что мы передаем с этой машины, интерпретируется как ввод руками, и поэтому оно преобразуется. Может быть, имеет смысл stty. Root, по-моему, называется это. Plus Root. Сейчас Root.dev.tty.s0. Упс, все, он умер. Да? Вот. Вся вот эта машинерия, к сожалению, работает не очень. Вот. Дайте еще раз попробую. Нет, работает. А теперь попробуем снова. Дайте, наоборот, сделаем. На той машине. Подсосемся к этому проводу. Не cut, а cut. Подсосемся к этому проводу, а на этой попробуем то, что-нибудь вывести. Date. О, смотрите, тоже работает. Вот. К сожалению, как я уже сказал, по умолчанию эти железяки настроены немножко хитро. Они настроены как терминалы. Этой терминальности их надо лишить, иначе мы увидим всякое преобразование при вводе-выводе, что мы, собственно, и видим сейчас. Вот. Но, как видите, они общаются друг с другом. Давайте здесь тоже так сделаем. Стоит игрек роу. Это что ж такое? А, надо сначала то, что-то написать, иначе он... Не, не хочет. О, хочет. Вот они все. Вот. Видите, да? Преобразование, преобразование этих самых, как идет, там буфер какой-то. Короче, начали, начали, значит, это самое. Как-то возиться. Я не дошел до того, чтобы настроить это все до рабочего состояния, чтобы можно было прям один в один байтики пересылать, и не буду этого делать. Времени у нас нет категорически, но вы видите, что машины, подключенные друг к другу через провод, даже как-то общаются. Правда, видите, значит, путем попытки перенастроить, кстати сказать, следующий, да, интерпретатор, обработку этих самых сигналов, мы достигаем всякого разного. Вот. Чтобы два раза не вставать, мы можем также посмотреть, что у нас с сетевыми интерфейсами, это интерфейсный уровень, но, как мы говорили, интерфейсный уровень глубоко завязан на аппаратный, и, например, мы можем посмотреть с помощью опции, с помощью команды ETH2, ETH0, вот, мы можем посмотреть, какие свойства, аппаратные свойства распознал наш интерфейс в том носителе данных, который подключен к нашему компьютеру. Вот здесь он говорит, что используется витая пара Twisted Pair, старые, тут еще может быть слово COAX, старые, старые сетевые карты могут говорить, а там коаксиальный кабель, да, это свидетельство, кстати сказать, независимости уровня Ethernet может работать не только по витой паре, но и по толстой меди, по коаксиалу еще почему-то. Вот, из всех разных вариантов кодирования сигнала, что тоже относится к аппаратному уровню, у нас работает, видимо, никакой. Мы не знаем, какая у нас среда передачи данных. Интересно, а почему? Давайте попробуем подключить интерфейс. У нас времени нету. Ну, в общем, вот, мы к этой штуке еще вернемся, когда будем разговаривать про интерфейсный уровень. Интересно, почему здесь написано Unknoven. Ну-ка. Speed Unknoven. Ну, ладно, не Unknoven, так Unknoven. Непонятно, обычно он пишет, что это там 100 BST, например. порт висит ПР, да, а вот где у него скорость, я не вижу. Она должна где-то выдавать скорость. Unknoven detected no. Как-то не no. Ну, ладно. В общем, пока не будем забираться выше, однако, о каких-то аппаратных способностях сетевых интерфейсов мы тоже можем узнать, а не только о компорте. на самом деле у нас осталось категорически мало времени, а нам нужно еще поговорить про то, как делать домашнее задание. Так, значит, что я не сказал? Я не сказал, я не сказал про сеть. Вот это. Ну и отлично, значит, не будет у нас про сеть в VirtualBox, потому что про сети сегодня ничего нет. Домашнее задание. Домашнее задание делается следующим образом. У нас есть программа, которая называется скрипт. И эта программа скрипт записывает ваши действия в командной строке. Смотрите. Ага. Значит, нет, я соврал. Это на базе скрипта сделано, но наша программа называется репорт. Извините. Репорт. У нее два параметра. Репорт, номер задания, ну скажем, 100-500. Задание будет номер один, конечно. Нет, 100-500 не бывает, но скажем, один. Вот. И название хоста, на котором вы этот репорт запускаете. У нас будет ситуация, когда хостов несколько, и в задании будет четко написано, какой хост как называется. В данном случае хост называется, допустим, сервер, или там, бейс. Вот. Вот она написала в подсказке, что 01-бейс, задание 01-хост-бейс. Теперь вы делаете то, что от вас требуется сделать в командной строке, ну не знаю, там, IP-линк, или лжс, или календарь. Вот. А потом просто выходите оттуда, и у вас получается файл report01.base, вот это 01.server, это старый репорт. Вот. Файл называется report01.base, потому что вы так его запустили. И вот этот файл нужно будет отослать мне на почту. Этот файл, кстати, можно проиграть. Смотрите. Report. Report01.base. Вот. Проиграли. Вот. Вот этот самый файл и нужно отослать в качестве отчета о выполнении домашнего задания. Теперь самое интересное, каким образом этот файл попадет из вашей машины на вашу машину, из вашей виртуалки на вашу машину, чтобы его отослать. Кстати, отослать надо будет два. Самый простой ленивый способ состоит в том, чтобы запустить сеть. Смотрите. Вот у нас по умолчанию сети нету. Но в настройках сети на самом деле она есть. Вот. Давайте возьмем какие угодно настройки. Возьмем сеть. Ой. Не подключен, что ли? Подключить кабель. А здесь отмена. А, вот в чем дело. Короче, я сегодня, извините, я, наверное, придется поправить прошивку. Она, похоже, немножко неправильно. здесь кабель отключен. О, подключен кабель. Отлично. В клоне. Отлично. там я его как-то образом отключил. Сейчас, давайте мы все выключим нафиг. Я запутался. Я, видимо, что-то где-то испортил. Давайте мы сейчас все выключим, все включим по новой и посмотрим, где человек как работает. выключаем. Выключаем. Сейчас сбросим ее в исходное состояние. Снэпшот великая вещь. Да? Снимки. Поставил репорт. Вот это. Поправил репорт. Восстановить. Новый вариант, который я что-то там напортачил. убираем. Вот. Смотрим в настройках действительно ли в сети все есть то, что мне надо. Не подключен кабель. Вот это ошибка. Ну, я поправлю. Значит, в домашнем задании будет исправлена ссылка на этот самый. Во. Подключаем кабель. Запускаем. Теперь у нас есть одна волшебная сеть, которая работает волшебным образом и пока я не буду рассказывать как. Но теперь изнутри вот этого нашего компьютера есть доступ в свободный интернет. Так что мы можем сделать так. Мы можем сделать вот так. Мы можем составить репорт. Сейчас. там и файл тоже в этой сервер удалить. Мы можем составить репорт. Какой-то, неважно какой. Да, там. Вот. На машине в той конфигурации, которая требуется репорт составился. Теперь мы запускаем, настраиваем сеть автоматически. Вот это наличие наличие этого самого наличие подключения к сети типа NAT нам обеспечивает вот такую волшебную пилюлю. Запускаем сервер клиент автоматической настройки сети и довольно быстро получаем автоматически настроенную сеть. Вот она. Мало того, что она работает, она еще и работает. Видите? Все. Из коробки. Сразу. Вот. И вариант номер один. Как доставить отчет до того до вашего так сказать рабочего компьютера. Это если у вас где-нибудь есть Secure Shell аккаунт вы просто туда и сцепите этот самый СЦП report base ну скажем George вот grep.csmss или даже можно на 10.2.0 10.0.2.2 Значит если у вас на localhost есть Secure Shell просто на localhost это делаете. для студентов у которых есть аккаунт на практику вы можете сделать вот так праг то есть сначала логин праг csmsu.ru а потом оттуда скопировать вот пожалуйста второй способ получить этот файл это через компорт мы с вами это уже делали и если комфорт откладывается просто в файл то вы можете просто сказать давайте мы это сделаем все три способа я вам покажу давайте мы все это выключаем теперь да нет 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 вернись машинка вот эта машинка сейчас мы выключим настроим компорт обратно в файл а ну не буду вам показывать поскольку это уже было третий способ третий давайте кстати компорты выключены третий способ это знаете что сделать это подключить к вашей компьютер к вашему компьютеру гибкий диск флоппи диск к нему подключить вот это подключайте к нему флоппик добавляйте в него к нему устройство флоппик это вот добавлять новое устройство создать флоппик вот запускаем теперь у нас есть как бы флоппи диск на который мы можем что угодно положить и с этим флоппи диском мы что-то она не работает ну вот вчера работала а он по умолчанию грузится с флоппи что ли да зараза он там в последовательности загрузки он грузился по умолчанию с флоппи диска тоже надо поправить черт не забыть вот это устройство появляется вот здесь вот вот оно fd0 и вы можете просто сказать вот так вот cut report base dev fd0 все можно делать дело останавливать вот а в вашей файловой системе в том месте где вы завели этот самый флоппик так время у нас заканчивается alt minimal вот появится штука под названием вот такая это она распознается как вот ее можно присылать это он вот вот этот мегабайтный файл можно присылать вот еще какой-то способ был а да ну и через компорт третий вариант сделать компорт файл все то же самое если у вас работает вариант через компорт он лучше всего надо только проверить что он рабочий взаимосвязь сокеты и компорта эмулятор смотрите эмулятор от любой от виртуальные машины говорит виртуальной машине у тебя есть помпорт даже поддерживают какие-то способы управления компортом виртуальные машины верят что у него есть компорт операционная система внутри виртуальной машины верят что есть компорт работает с этим г TEDx компacked куда его девать снаружи снаружи это все транслируется к подключению к сокету ну вот собственно и все 2 виртуальные машины цепляются к одному и тому же сокета 1 на чтение другу смысле одно 1 и и создает и обе цепляется к нему на чтение записи сокет он двунаправленный и дальше изнутри виртуалки это видно как железяка под названием компорт а с точки зрения операционной системы это это вместо провода у вас сокет вот значит отчеты по домашним заданиям можно переправить во внешний мир тремя способами способ 1 это через сцп банально способ 2 это через comport файл предпочтительный способ в если у вас нету сцп способ 3 это через флотик но тут видите он получается слишком большого размера получается полтора мегабайта так что наверное через ком под правильнее всего вот да значит домашнее задание выглядит так запустить вот давайте посмотрим на домашнее задание а ведь вот здесь вот вам придется ком порт имитировать на одной машине говорите статы игрек говорите кат говорить в control c на другой машине сейчас расскажу димка да это еще один способ сейчас расскажу потрачу еще три минуты извините на другой машине говорить вот так и статы игрек дэйт вот и оба значит оба 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 сеанса командной строки должны быть внутри отчета вот я тут напишу это да значит что сначала надо запустить репорт в репорте сказать следующее не написано эти два файла любым доступным вам способом добываете пересылаете на ту же самую почту теперь относительно того что говорит димка извините займу еще время можно сделать так только это не сеть а ком порт можно сказать что это tcp и что его надо создать тут надо написать что-то типа здесь 20 10 и при старте вы ваша машина будет все что вы пишите в ком порт оформлять виде потока тебя и пи если включить перенаправление ком порт овки себе api то при старте у вас эта машина внезапно сейчас скажу как это сделать нет лист хорошо нет так минус лт вот она на 20 10 она слушает этот порт соответственно если сказать нет кат localhost 20 10 то можно вполне себе общаться с этой машиной таким способом да да что там у нас это был ком порт да там вот и вот это вот гарантированно у вас файл не испортится потому что с этой стороны никто не интерпретирует этот трафик как терминал то есть можно сказать вот так вот отчет да там тролливали 0 1 . . бэйс и здесь сказать здесь останавливаем смотрим не похоже на тар архив не работает ну короче забейте значит давайте не так давайте я сейчас у нас времени уже нету мы уже и так 10 минут сожрали я писал три способа я сейчас отлажу способ с нет к там если кому надо можно и способ с нет к там использовать там надо здесь запустить минус или а там галочку убрать вот но в общем это не так важно да если есть какие-то вопросы задавайте но нам пора уже уже прям заканчивать заканчивать сеть может не работать потому что у нас могут быть такие настройки где у нас нет сетевого интерфейса который в принципе работает по это самое подсоединен к интернету и вам придется оттуда что-то копировать но 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 вот спасибо маркизио вы как всегда вовремя намекаете что пора заканчивать а значит не обязательно пользоваться для этим для этого компортом можно пользоваться хлопик флопиком как я это сделал в общем вариантов много все значит если нет вопросов а есть только благодарности еще раз спасибо за благодарности то мы с вами расстаемся на неделю и вот следующая лекция из моих курсов будет в понедельник во вторник это у нас архитектуры вы риск файл наш на чем собственно спасибо и до свидания